После 90-х, я наездами здесь бываю, очень много построено, скажем, на моем любимом Крестовском острове, куда я каждый раз прихожу ближе, там появились фантастические такие постройки, некрасивые, а были четырехэтажные, пятиэтажные дома с деревянными лестницами, в общем, все это снесли. То есть, очень много такого новострова. Ну и, конечно, там, кстати, на Крестовском суд, как он называется, главный суд какой-нибудь. Конституционный? Да, конституционный суд, они там роскошные совершенно, у них со вкусом, но с таким вкусом украденным. Ну да, там тоже у них роскошные такие апартаменты и здания. Ну вот в этом смысле изменилось. Я не могу войти в свой двор, где я жил на Чайковского. Там все, по-моему, заселили ГБ, потому что это все рядом с большим домом и хотел в свой двор зайти обшарпанный. Но все забито, все заборота закрыты, не проникнуть. Так что вот в этом смысле изменилось, конечно, много. Ну а мой дом, вот родительский, где я, собственно, родился на Петроградской, он остался прежним. Дворик, правда, урезали, что очень жалко. Тоже, ну, всюду, где можно, строят, короче говоря, что-то, да? Вот это вот строительство. Нет, ой, что я говорю. Конечно, да. То есть я вообще никогда... У меня борода появилась лет... 30... Ну, в 30 с небольшим появилась. До этого я никогда не носил бороду. А вот короткая стрижка, ну, вряд ли, не знаю. Я любил всегда длинные волосы. Ну, это он такой девичий. А это не связано никак с типованием? Ой, нет, что вы, я к этому никогда не имел отношения к этому вообще. Нет, никакого. Просто так нравилось. Так же, как мне нравилось всегда, я никогда не носил пиджак. И брюки. Ну, брюки, когда джинсов не было, Васил. А потом, нет, мне не нравятся просто всегда свитеры, если холодные. Ну, да, как Хемингуэй, наверное, который в рамке Юситана. Но это не было связано никак у меня с модой, с Хемингуэем, с хипованием. Ну, никак. Мы сейчас находимся в Петербурге. Вы сюда приезжаете каждый год. Да. А почему так Вы не можете... Ваше чувство дома, оно по отношению к какой стране? Ведь Вы большую часть жизни проводите в Америке. Да, после девяностого года, да, в Америке, конечно. Потому что я там работаю. И я уехал туда по работе, а не... Я же не эмигрировал. Вот. Но... Этот ответ очень простой. Конечно, я там работаю, а... Ну, как бы в командировке нахожусь. Такое ощущение. А дома мы здесь, конечно, в Петербурге. В Ленинграде, прежде всего, они в Петербурге. Как раз, когда я уже жил в Нью-Йорке, переименовали город. А так я родился в Ленинграде и уехал из Ленинграда. А вернулся уже в Санкт-Петербург. Я бы сказал так, что это единственное... Как я определяю это? Почему? Это мой дом. Потому что это единственное место, где я никогда не задаю себе вопрос, где я нахожусь. Понимаете? Вот, в Нью-Йорке, например, я иду. Ну, и, конечно, в любом другом месте, в другом городе, в тех городах, где я бывал, в учении многих, но не важно. В Нью-Йорке я иду и... Ну, очень часто я вдруг останавливаюсь вот так вот, или мысленно останавливаюсь, и спрашиваю вообще, где я нахожусь. То есть, у меня непонятно такое чувство, что я странно, я в странном месте нахожусь. Вот. При всех любвях, там, к Париже или к Нью-Йорку, мне странно у них находиться, в этих городах. Так что, конечно, Петербург. И потом, я думаю, что, может быть, не у всех, но для меня это совершенно очевидно, что твой город – это тот город, где прошло твое детство. Ну, если оно было таким длительным достаточно, наверное. Вот. Так что вот так. Поэтому приезжаю, но были... У меня здесь родня, у меня две сестры старшие, живут здесь, ну, и друзья. Так что... Друзей в Нью-Йорке у меня, в общем, не появилось, появились очень хорошие знакомые. Я ведь приехал в Нью-Йорк, мне было уже 42 года, и ближайшие мои друзья, ну, в общем, их двое, они жили и живут. Один из них умер, живут в Петербурге. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. О родителях? С удовольствием. Потому что, ну, вы знаете, мой отец был морским офицером. И мы жили на Петроградской, этот дом, куда я и приезжаю сейчас. Он был офицерским таким домом, именно морских офицеров. Там были адмиралы жили. Но сейчас этого всего нету, все эти офицеры вымерли. И это просто дом, но тот же. Так вот, он был морским офицером, капитаном первого ранга. Ну, а потом на пенсии работал в Петербургской крепости. Ну, там, ерунда, как это делал какую-то историческую работу, не знаю точно. Мама инженером была у нее всю жизнь. Значит, родом отец из города Сновска. Ну, в советское время Щерц, Украина, Черниговская область. И с этим городом у меня связано очень много, потому что меня отец водил туда в детстве, на родину к себе. А мама из Невеля родом. Это Беларусь. Беларусь, или на границе с Беларусью где-то. Я точно сейчас, извините, не помню, это Россия или Беларусь. Ну, вот. Ну, просто, вы знаете, просто замечательные такие люди, которых я очень любил. И любовь была взаимна. Они были очень добрые и честные. И им повезло, вероятно, что они не были репрессированы. И никто из ближайших, в общем, родней, самый близкий не был репрессирован. И при этом им удалось, в общем, прожить. Такую, по-моему, очень порядочную жизнь. Порядочных людей. Ну, и что еще сказать о родителях? Ну, очень благополучно все было в детстве. У нас была благополучная семья, поскольку отец военный был. И мы никогда не жили в коммуналке. У нас была трехкомнатная квартира. У нас была машина Победа. Что по тем временам было вообще роскошь. Вот. Так что была счастливая такая семья. Ну, не знаю, я был избалованный, наверное, очень избалованный, как надо правильно сказать. Ребенок обожаемый такой. Послевоенный. Потому что обе мои сестры были довоенные. То есть были, есть. Они родились до войны. В 36-м и 39-м году. А я в 48-м. Чуть через три года после войны. А с кем контакт был больше, с папой или с мамой? Хм. Вы знаете, внутренний контакт, почему-то с отцом. Внутренний. Такой. Вот у меня... Почему-то по отношению к нему было все время какое-то чувство, не знаю, жалости какой-то. Непонятно почему. Ну, вот такой любви и жалости. Ну, и все было хорошо и с мамой тоже, да. Ну, вот внутренний контакт какой-то с отцом был больше. Тайный, я бы сказал. Такой. Я долго потом как-то об этом думал. И это необъяснимо, что это такое. Вот. Ну, и вообще, если, например, если вы просто немножко знаете стихи, то вы увидите, что у меня масса стихов посвящено родителям. А в какую школу вы ходили? Я ходил в обычную 83-ю школу. Потом в 67-ю. Кому интересны эти номера. Вот. В три школы. Все они в Петроградском районе. А они ничем не примечательны. Там не было ни в английского, ни в немецкого, ни с каким уклоном. Школы были обычные такие. Так что до 4-го класса в одну, до 8-го класса во вторую и до 11-го мы учились 11 лет. А сейчас 11? Снова 11? Да. В какой-то момент был 10, по-моему. Ну, где как, но в общем большинстве случаев это 11-й сейчас. Ну, в 11-й класс уже был на… Ну, вы, может, Петербург, Ленинград не так знаете? Хорошо, как мне интересно об этом говорить. Там, где медицинский, первый медицинский институт. Сейчас этих школ одна только сохранилась, да, на профессора Попуха, 67-я, на испанской школе. Может быть, я, кстати, и не прав, потому что… Ну, а что тут такое? Я вот тут ни один парень дам почитать книгу свою прозаическую. Знакомая она, хорошая. Ну, она… Он еще ее не дописал. Ну, вот не терпится. «90 странят». Ну, прочитайте мне, пожалуйста. Ну, я прочитал. Там сплошной секс. Сплошной. Хотя взрослый человек уже, ну, я не знаю. Я читаю. А я ненавижу, вот почему-то ненавижу секс в пользу вообще. Ненавижу. Ни одного прозаика у меня не нравится. Я говорю, у меня даже у Нагога мне нравится. У него там с нагогольскими уклонами. Я говорю, и я ему писал, наверное, я ханжан. Ханжан на середине, наверное, да. Вот. Ну, не знаю. Но это не нравится мне. И все. Ну, а почему? А что тут плохого в целом? Секция, например, часть жизни. Почему бы, нет? Ну, мне это явлолизм не нравится. Я не могу это читать. Ну, процент почему бы. Не знаю. Это специфика такая. Это мои проблемы, а не… Это не проблема. Ну, а потом, по месту жительства, так сказать, я поступил в Латин. Это рядом с моим домом, электротехнический институт Ульянова Ленина. И это была, конечно, вот, началась катастрофа с этого времени, потому что я пошел совершенно не туда, куда надо было пойти, угождая пожеланиям моей мамы. Ну, мама при всей любви, знаете, как любовь может измучить другого человека. При всей любви она меня мучила с детства сначала музыкой. Уроки музыки такая была книга у Ахмадулиной. Люблю, Марина, что тебя, как всех, к Марине Цветаевой она обращается. Что, как меня, там, конечно, Горданию, конечно, как всегда была. Учили музыке. О, крах учения. Что-то такое. Вот. Ну, вот, крах учения. И вот мама меня таскала на пятилетнюю, на шестилетнюю, учительница по музыке. Потом восемь лет еще заставляла ходить в пионеров и школьников, заниматься музыкой. Но это было не мое. Я, когда ребенком она меня привела, я помню до сих пор все это, этот крах учения. Потому что, когда меня шестилетним, там, не знаю, она приводила к учительнице, я подходил к пианино и начинал плакать сразу, мгновенно. Я помню эти мутные глаза, мутный взгляд перед какими-то нотами или чем-то там. Вот. От чего я плакал? Ну, не нравилось мне это, наверное. Вот. Но мама такая, она, вот, все-таки упор стал в этом. И только когда я... Собственно, я не отвечаю на вопрос, кажется, да? От того, что ты у меня спросил. Ну, мы об этом еще поговорим, об этом периоде, о вашей учебе. Я хочу задать еще один вопрос о школьном времени. Вы в автобиографии писали, что в пятом классе умерла девочка, в которую Майки и Володя Гондельсман были влюблены. Расскажите, пожалуйста, что это была за девочка и что случилось? Ну, девочку звали Лена Соколова. Вот. Прекрасно, прекрасно ее помню. Вот. Что случилось? Перетонит. Вот. Так. И все. Однажды учительница пришла и сказала, что вот Лена... Она здесь в параллельном была классе. Что вот Лена Соколова там умерла. Учительница по географии, по-моему, это была. Галина Константиновна. Вообще, я помню очень хорошо какие-то вещи. Совершенно непонятно, зачем я их помню. Ну, имена, я помню, вот как класс сидит весь. Ну, рассадить всех. Вот эта память у меня, касающаяся вот раннего периода детского, очень странно, странно хорошая такая была. Я не помню иногда, что вчера случилось, а вот это у меня горит таким ярким, ярким, яркие такие шары памяти. Вот. Ну, вот. А что еще рассказать? Я помню, что я не знал... Я помню, как я шел через двор по снегу. Ну, что это, знаете, любовь. Может, дети были еще. И это было просто какое-то переглядывание. Так на переменку выходили и смотрели друг на друга с глазами. Просто не обнимешь, не поцелуешь. Это время такое, когда я еще про это ничего не знал. Хотя кое-кто уже, наверное, знал. Вот. Но не я. И не она. И так вот мы вот такие... Так смотрели. Я и был тоже, по-моему, не безразличен. Во всяком случае, однажды она меня пригласила к себе на день рождения. Что не вытекало никак из... Потому что мы были практически не знакомы только взглядами. И тем не менее, вот это произошло. И помню, как я пришел к ней на день рождения. Вот. Ну, все очень трепетно, очень трогательно. Так что все. И вот. Ну, это вот так вот закончилось. Тоже есть стихи, пока мы ей посвящены. Много довольно-таки. Ну, вот. А что вы почувствовали, когда... Да, я вот хотел, кстати, сказать, что я хотел почувствовать. Но у меня как-то не получалось. Вот. Понимаете? И... Я вот помню, как я шел домой, по сне очень, от школы к дому. И хотел вот это вот почувствовать. Вот. Какой-то скорбь. Ну, ребенку, наверное, это не дано. Я не знаю, может ли ребенок это почувствовать. Вот. Я понял, что я знал, что я должен это сделать. Но мне не чувствовалось так. Так. Вот. Дети. Особое. Особое. Я же работаю с детьми много лет уже в Нью-Йорке. Они же не могут писать стихи, например. Хотя я их учу, я пытаюсь их научить творчеству. Ну, то есть я пытаюсь их научить не как писать стихи, а как. Что можно что-то сотворить. То есть пытаюсь их показать им, что вот можно что-то сочинить. Ну, вот. И тот, кто из них может быть когда-нибудь. Но сами они не могут написать стихотворение. Потому что им не о чем писать еще. Понимаете? А вы помните, когда впервые столкнулись с поэзией? Я? Да. Конечно помню. Ну, с настоящей, с великой поэзией. Ну, я не буду говорить там о Чуковском. Потому что, ну, это великолепная поэзия детская, безусловно. Да и она, я бы не сказал, что Чуковский вообще на высочайшем уровне поэт, я думаю. Но, если говорить о взрослой поэзии такой, то это было столкновение с Пастернаком у меня. Вот. Это было такое потрясение. Первое. И оно было не ранее. Но уже я довольно долго был не образован в поэтическом поэзии. И мне подарили уже где-то, может быть, а может быть, если так честно признаться, это, наверное, было до Пастернака. Сейчас я вдруг вспомнил. Меня одна девушка, одноклассница пригласила, ну, уже в старших классах, в десятом, может быть, или в девятом, на вечер поэзии, а Евтушенко Рождественский читал. Главным номером был Евтушенко. И я помню, что это было потрясающее такое впечатление, потому что я вообще… Кстати, я не хочу преуменьшить роль Евгения Александровича, потому что у него были замечательные, я считаю, стихи в его молодости. Ну, это не только, я все так считаю, по-моему. И действительно были очень хорошие стихи. Вот. Но я помню, что это произвело на меня большое впечатление. Я помню этот вечер, я помню, какая была тишина в зале. И я могу повторить просто все, что он читал наизуально. Потому что я тогда запоминал очень хорошо стихи. И просто сразу. И он читал из «Братской ГЭС». Вот. Но это такое было, знаете, визуальное какое-то такое впечатление, скорее, театральное, может быть, а не поэтическое. Вот. Хотя потом выпускной свое сочинение я писал по «Братской ГЭС». Ваше собственное стихотворение, первое, оно относится к более раннему периоду? Да. Более. Более раннему периоду и их стихов нет. Я помню, мне кто-то спрашивал, я помню только одно, что это было в классе в пятом, может быть, очень. Что в этом стихотворении было слово «фараон». Вот это все, что я помню. Почему? Вам нравится это? «Фараон», потому что, я думаю, мы проходили что-то в школе просто. И мне слово-то такое, что оно красивое такое. И вот это все, что я помню об этом стихотворении. Ну и потом было много стихов. Все это добросовестно уничтожено было. Так что это были не стихи, конечно. Да, так вот Пастернак. И вот мне мой друг подарил книжечку, вышла такая коричневая маленькая книжечка Пастернака. Вот это было потрясение, действительно. Это было больше смерти Пастернака? Ну конечно, ну что вы. Пастернак в 60-ом у меня было 12 лет, я вообще не знал, кто такой Пастернак. К сожалению, у меня не было литерат вокруг, не было старших товарищей, которые бы, ну, в детстве, в юности, которые бы что-то мне об этом рассказали. О том, что есть такие поэты на свете. Потому что вот все ребята и Вознесенский, скажем, и прочие, и, конечно, Бродский, они же все-таки были в курсе дела, понимаете. Потому что была, ну, была среда какая-то. Кто-то познакомился, кого-то с кем-то. И это было очень важно. У меня этого ничего не было. Поэтому вот так книжка «Друзья», которые появились позже чуть-чуть. Ну, Лев Дановский появился в школе, еще в конце школы. Он знал больше, чем я, намного, что он посещал лет объединения. И вот с помощью всех этих вещей. Ну, Пастернак, он меня настолько потряс, что я, ну, долго не мог избавиться просто от этого. Там я писал, я помню, у меня был такой четверостишник. «Когда с деревьев сползала тень густого горького отвара, На черный траур тротуара сбегал я с десяти ступеней». Ну, вот Пастернак чистый. Ну, не чистый, грязный, но, в общем, сбегал я с десяти ступеней. Ну, конечно, понимаете. Избавиться от него совершенно... Я помню, Вознесенский... Вообще, я болтаю. Вознесенский говорил, как он отрывал от себя Пастернака, что надо было это все сбросить, выбросить. Он же с четырнадцати лет с ним был знаком просто. И это беда с таким поэтом вот в раннем возрасте столкнуться, потому что это... Но, с другой стороны, надо это... Если ты это преодолел каким-то образом, значит, ничего. Может, на что-то сам гадишься. Потому что, знаете, Блок какой-то поэт жаловался. И Блоку это кто-то сказал, что мне мешает писать Блок. Он говорил. А Блок сказал, ну, я это прекрасно понимаю, мне мешает писать Толстой. То есть, все... Вот. Мешает. Это мешает, но ничего не поделаешь. О Пастернаке могу говорить часами, но мы переключимся на что-то. Расскажите, пожалуйста, вы тоже начали говорить про поступление в электротехнический. Угу. Почему вы сказали, что... Вы не сами выбирали, да, про поступление? Я, да, я согласился с выбором как-то. Ну, мне жал... Я жалел всегда родителей, понимаете. Вот мама хотела, чтобы я... Мама была инженер, сестра старшая закончила ЛТ. Ну, и как-то так вот по инерции хотела. Надо быть инженером. Им казалось тогда, что инженер — это надежно, что это... Что это заработок. Вот. Потом они дожили, успели увидеть, что это за вообще заработок. Куда все это свалилось. Так что, да, ну я... Я хорошо в школе учился, и мне легко было поступить. Поэтому я поступил. И два-три года мне легко было довольно-таки учиться, потому что был запас школьный неплохой. Вот. А потом кошмар начался, потому что я перестал, что ли, понимать вообще. Я стал писать стихи уже так более-менее серьезно. Я забросил эту учебу. Я еле-еле закончил институт. Но закончил все-таки. И более того, меня распределили... Было же распределение на три года в конструкторское перо. Ну, где я проспал три года. Примерно. Вот так вот на... Приходил на работу. И голову на стол, на заднем столе. Я там сидел на заднем. И меня выгнать не могли. Это был идиотизм вообще. И я выйти не мог. И как-то вот... Надо было три года отработать, иначе тепло не засчитывалось. Потому что вот такая чепуха была. Вот. Ну, вот я там, значит, спал. Куда-то выходил. И почему-то закрытое было конструкторское перо. Ну, в общем, это ужасно. Это... Знаете, у эмигрантов там, на Брайта, не есть такое выражение. Вырванные годы. Говорят. В общем, вырванные годы. Это ужасное было время. Самое ужасное мое время, это вот... Пока учились, мы в пивном баре просидели почти все годы. Уйти. Там рядом был пивной бар. Потом вот эти вот сидения сумасшедшие. И когда это все кончилось, я день в день, три года прошло, я уволился и ушел работать в кочегарку. И все. И тут началась нормальная жизнь. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Валерием Черешни? При каких обстоятельствах? Ну, никаких обстоятельств не было. У нас... Я дружил с... У нас вот наш друг умерший, Лев Доновский, он в 2004 году умер. Я с ним учился еще в школе, я уже упомянул это. Вот. Мы познакомились с ним в десятом или в одиннадцатом классе и в школе. А потом... Он на год был старше меня. Он... Он был филолог до мозга костей. Но его не приняли. То, что он был Айзенштадт. В... Университет не приняли. И нас... И он пропустил один год, но он в армии не годился. Он пропустил один год, а на следующий год я закончил школу, и мы поступали... Я поступал в ЛТИ, и он пошел в ЛТИ. И я ему решил задачу какую-то, он хуже меня соображал по математике, там, в наступительных экзаменах. То есть я совершил такую подлость, его приняли туда. Да. А Валерик был знаком... Познакомился с Львом по другой совершенно линии, там, через других знакомых. Вот. Они подружились, я с Лёвой, а потом Лёва нас подружил с Валерой. Ну, обстоятельств этого события я не помню. Сейчас, да, их никакие не особенно. Пришли, видимо, в гости он тогда жил, по-моему, у Васильевского Валера. Он же приезжий. Вот. Он долго работал. Ну, вообще, там какое-то с жильем были всегда какие-то проблемы. Но не было долгое время жилья своего. Вот. Ну, вот так. А потом вот такое трио наше образовалось. Мы всегда были втроём вместе. Ну, как всегда. Стихи. Вот эти я оставлю, но у меня только по одной. Они разные вот эти. Я скажу пока. А? Показаний нет. А я даже не знаю. Ну, вот это последнее. Вам надо брать вот... Нет. Читающее расписание у Вас есть в разуме слов. А вот это у Вас нет. Отлично. Это Буки-Веди. Они печатают... Ну, Буки-Веди, да. У них там всякие вот эти воздуховские серии. Ну, это типография, по сути дела. У меня с издательным конфликтам было. Я решила сама отпечатать. Да. Это типография, где Измин печатает воздух. И свои книжки, вот этот аргоизм. Знаю. Но у них есть функция издательства. И мы к нему обратились как в издательство, а вот они... Да. Спасибо. Составитель комитета. Да. Доверила весь корпус текстов этому человеку. Что? Извинения пробовали. Ихххххххха. Вообще. Дорсово, наверное. Аааа, вот еще не вижу. договорились ли вы когда-нибудь с Валерием Черешневым? хороший вопрос нет нет конечно это вышло бы в шутку конечно задать я понимаю но что касается с Валерием и Льва то с Валерием мы дружим 50 лет 50 лет даже ни разу не поссорились так что совершенно безоблачное существование с ним невозможно он очень мягкий и тактичный человек с ним поссориться невозможно абсолютно даже если захотите я не помню чтобы он с кем-нибудь был в ссоре так что нет все абсолютно безоблачная мрачная такая жизнь вы писали о квартире Льва Дановского что она была странной а что имеется в виду да именно именно у Льва Дановского вообще квартир а а где это странная картина потому что она может была двухэтажная нет я не помню о чем речь честно говоря странная если бы вы точно нашли цитату или может быть вот в той книжечке после слове или вспомню нет в предисловии ну давайте если интересно мы можем поискать а я не думаю ну поищите но я не думаю что это интересно потому что я совершенно не помню что там было странного вот смотрите да через два года дочь и наконец вон семье переезжает из залахты странно двухэтажная квартира в новостройках меняется точка обзора ну она вот именно странно это ничего интересного она странная действительно была потому что там было внутри этой квартиры может она тогда мне показалось странной потому что в питере таких квартир не видел ну просто а сейчас уже когда в нью-йорке там полно таких квартир когда они двух и трех этажные так что это это ничего не значит просто там лестница была крутая во вторую комнату и конечно-то надо было осторожно пить потому что подалила масло вы любили ну и валера мог всегда присоединиться хотя он был более умерен и себя вот новые были вы битом и что пили я водку всегда ну или вот уже и валера по моему водочные все это ушло вы поступали в ленинградский театральный институт на вас туда не приняли откуда это узнать это я где-то наговорил такое а почему почему не приняли может воскресить это что я был без да нет я увлекался ну правда я увлекался очень театральным искусством просто с детства тоже знаете вот это детство вообще это сплошные кружки какие-то наше детство это дворы а в дворах чуток не было поскольку наш дом был морской морских офицеров у нас был конечно главный кружок кораблестроитель все ходили туда все мальчики в основном конечно делали яхты корабли потом пускали я думаю подводную лодку какую-то сделал и мы запускали мою в кочегарке был была прачечная округа такая пол кочегарки занимала прачечная там был бассейн здесь стирали вообще такой бассейн бассейн штука такая горошина и вот там точно моя подводная лодка плыла вот но были кружки в дпш на соседней улице и там были все уже кружки музыкальные шахматы и во все кружки все ходили понемногу по многу вот я ходил в том числе в театральный кружок детский потом продолжил уже я был уже юноша в другом том же дк для совета кстати петроградская метро там был кружок художественного слова и там был восхитительный преподаватель очень талантливый человек у которого совершенно влюбился просто у него этого человека вот и у него было то что он был я влюбился в него вот как в талантливого человека но он не мог работать в театрах потом это все выяснилось потому что он был гомосексуалист его как я понимаю театре не держали но он был мхатовской школы настоящий режиссер работал с тарстоногом даже иван даниилович рассомахина ну вот так и так подошло время а нет я уже учился выйти когда я поступал я попробовал не прошел там первый тур даже и все на этом все кончилось вот ну а из иван даниил чем мы расстались по этим самым делом как раз потому что он как-то тоже меня полюбил но совершенно по-другому и такой был тяжелый тяжелый я помню был момент потому что я понял что я не могу больше ходить туда я действительно его любил и вот тогда я кстати понял что такое вот эти дела потому что если бы у меня была физическая предрасположенность к этому то все было бы замечательно то есть вот можно полюбить действительно это я понял просто это вот такой был опыт интересный интересный и печальный потому что он меня пригласил в гости вообще не знаю нужно ли это говорить но его нет на свете уже давно ну может быть вы это вырежете просто я вам рассказываю что он меня однажды пригласил в гости и говорит ты придешь почитаешь стихи я уже писал стихи я не сообразил я вообще тогда не знал я не очень знал что это существует не помню в какой степени я знал что это есть на свете ну я пригласила пришел к нему в гости он был один же он мне налил коньячку поставил музыку ну в общем все как с девушкой вот так вот он потом стал рубашку расстегивать ну и я убежал ну он не был конечно насильником он очень такой интеллигентный замечательный правительственный человек но к сожалению не мог ему ответить ничем и я попрощался и ушел и все и пришел домой и я понял что все кончилось я больше не могу с этим человеком общаться такая была история а вот это вот то что вышло да да ну как она не может не нравится у меня там вышла книга конечно нет вообще нравится как чисто ну я я содержание чески я их не очень знаю я там у меня вышла там книга как уровень дорогая я не знал на чек на пару минут продлить более раньше освободилась она сейчас придет но чтобы не получилось что на ну вот буквально там пару минут это же здесь вот рядом какая книга гривцов называется а точно я просто никогда физически не видно да нет да саша издал мой книгу ой извините ради бог нет просто поставьте на него нужно я да в этом случае она пошла потом концепт решим да хорошо молодец валерьевич догадался ну а десяток моих этих книг осталось оказывается а вот после этого случая вы его видели вы встретились на следующий день или нет больше нет я его видел потом однажды может быть он на телевидении подрабатывал вообще а я живу напротив телевидения чпыгина улица это мой дом 5 а телевидение ровно на кроте понимаете вот поэтому мы где-то на улице но мы даже не остановились он тоже ведь все понял он же не дурак он очень был хороший умный человек вот он продолжал преподавать там он работал я уже сказал про мутустоногова какое-то время но его выгоняют то ли выгоняли в театре вы знаете историю может быть с Карагодским в Тюзе который у нас работал его выгнали эти вещи в театре вероятно становятся быстро заметны и в то время за это вообще в тюрьму сажали Карагодского судили за это дело ну как то он потом вывернул но это была трагедия для Тюза питерского потому что он был замечательный тоже режиссер и его выгнали его пытались или судили я не помню но как это там защитили его ну в общем это была для него был конец карьеры а Росомагин вот в самодеятельности подрабатывал и где-то еще на телевидении так что вот такая у них была судьба в то время тяжелая у этих людей вот сейчас все таки посвободнее хотя мы знаем что люди и сейчас сидят за это ну не знаю за что точнее но эти люди ну это такая ситуация а вот говоря о работе именно в Википедии есть информация о местах вашей работы они довольно разнообразные инженер, сторож, кочегар, гид, грузчик то есть это очень широкий спектр какая из этих работ больше всего была вам близка и почему? не упомянута еще одна смешная работа я по-моему сам это вычеркнул там в Википедии потому что как-то даже я в какой-то момент устыдился но сейчас чего стыдиться в принципе я еще работал Дедом Морозом например просто была не счета вы знаете где-то надо было подрабатывать где-то надо было находить деньги любая, любая, любая деятельность была ферма Невские Зори которая разводила Дедов Морозов по домам маленьким деткам и там вокруг Нового года там дней не знаю 5, 6, 7 вот я ездил с машиной на машине по домам между дверями мама мне вручок подарок давала тайно что родители заготавливали подарок я уже с ним входил в квартиру ребенок мне читал какие-нибудь стихи под елочкой я там с ним пел песенку какую-нибудь ну в общем вот такая флора года в каждом доме наливали кстати поэтому есть такой анекдот который я не буду показывать а теперь давайте позовем Снегурочку если вы знаете не знаете но я вам потом покажу такой страшный смешной но некрасивый вот в общем так когда 6 домов проедешь уже было хорошо а почему вычеркнули из этих ну как-то мне что-то мне показалось постыдно ерунда ну вот из всех работ которые там перечислены конечно самая замечательная у меня была работа кочегарки это абсолютно я вообще там просто стал человеком после КБ вот этого всего там было свободно там туда это кочегарка я бы вам показал с удовольствием сейчас там стоит на этом месте вот у меня спрашивали как изменился город это Крестовский остров и это был двухэтажный дом нежилой я отапливал нежилой дом все нормально вот ну там правда какие-то бабушки дежурили тоже там еще старожили не старожили а не знаю дворники не знаю в общем двухэтажная такая хибара это моя набережная Мартынова убийца Лермонтов знаете ну в общем набережная Мартынова 36 вот и вид выходишь из этого дома Нева прямо перед тобой Елагин остров цепоко красота сумасшедшая и вообще Елагин мост остров и две оснеженные колонны Елагин мост и два там что-то как-то у блока в общем все овеяно прекрасно чем-то туда друзья приходили мы там даже новый год встречали в этой кочегарке кочегарка это была угольная вот это предмет моей гордости потому что в основном все вот эти вот поэты кочегары как они там называются они все-таки все были в газовых котельных у меня была угольная вот вот это было прекрасное время началось прекрасное время потом мне гидом тоже работало ничего все-таки Петропавловская крепость много читали кочегарки да конечно что читали ой все я сейчас не вспомню это вообще просто и до этого кстати до кочегарки первая работа на которой еще была проблема устроиться потому что с высшим образованием не брали на такие работы знаете тоже задвигивали такие попади еще устройся где по блату меня устраивали в кочегарку в угольную да представляете там первая самая работа это как это называется ну в общем я охранял автостоянку охранник забыл как это какое-то было специальное название вот вот тоже там в будке сидишь читаешь Гегеля подходит там человек с автостоянки а что это ты там читаешь такое там например я помню что о Гегеле вот ну разные книги я сейчас не могу вспомнить какие но просто просто это было прекрасное время в самом деле котельное да вот место лучше а на должности связаны именно со словом да где-то в здании в какое-то не хотели устраиваться принципиально ну нет ну как я кто бы меня взял туда ну нет я туда не подойти куда вообще было ну я не знал путей никаких и мы не знали ни Лёва ни Валера мы с этим не имели дела но мне кажется что это было безнадёжно там я Лёва пытала кто-то из нас я не помню моё одно стихотворение напечатали в 72 ну вы говорите о работе нет о работе даже не было никаких помышлений в этом в этой области про публикацию мы ещё поговорим угу процитирую ваши слова когда подвернулась возможность уехать по многим причинам это было очень тяжело я расставался с женой но понимал что необходимо поменять жизнь она стала слишком привычной я уехал расскажите пожалуйста что это за необходимость была такая что вы даже расстались с женой что это за необходимость такая что хотелось поменять жизнь что всё стало слишком привычным что имеется ввиду что происходило ну повторение вы знаете просто повторение пирушек одно и то же вот примерно всё это происходило вот я это почувствовал какую-то зацепленность во всём этом вот одни и те же в общем-то лица одни и те же разговоры прекрасные люди конечно и мои любимые люди но какое-то появилось ощущение что надо что-то изменить так это что что это это Субтитры создавал DimaTorzok